Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите... Красота и грация. Российские гимнастки, как всегда, первые. Возраст спорту не помеха. Рязанские бабушки и дедушки показали суперкласс. Справый марш и поехали. Степ-аэробика всегда в моде. Российские гимнастки недавно вернулись из Турции с чемпионата мира по художественной гимнастике. В общекомандном зачете российские девушки завоевали первое место, завоевав 12 наград, 8 золотых и 4 серебряные медали. Самый грациозный вид спорта популярен и в нашем городе. Художественная гимнастика, пожалуй, один из самых зрелищных и изящных видов спорта. Причем вид спорта этот довольно молодой. Появилась она благодаря мэтрам балета Великого Мариинского театра и быстро завоевала мировое признание, став очень популярным видом спорта. А к олимпийским видам спорта гимнастика присоединилась в 1980 году. В разное время олимпийскими чемпионками были Марина Лобач, Яна Батыршина, Екатерина Серебрянская, Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Ирина Чащина. Художественная гимнастика уже давно является одним из самых популярных видов спорта в нашей области. И что важно, нам есть чем похвастаться. Наши землячки выигрывали чемпионаты мира, Европы, России, многочисленные кубки и первенства спорта общества. Наталья Белкина, Дарья Королева, Татьяна Сергеева, Яна Луконина. Это список только настоящих звезд, рязанских воспитанниц, завоевавших высшие награды на крупных соревнованиях. Копилки спортивных наград пополняются постоянно. Наши девчонки всегда показывают класс на всевозможных соревнованиях. Сколько тебе лет? Уже 12. Как давно ты занимаешься художественной гимназией? Я занимаюсь с 5 лет. Мы шли мимо зала, и мама спрашивает, хочешь зал? Я сказала, хочу. Это была любовь с первого взгляда? Да. В художественную гимнастику дети приходят рано, обычно в 4-5 лет. В этом возрасте мышцы и связки еще пластичны, легче поддаются растяжке. И если этот вид спорта захватывает, то начинается другая жизнь, совсем не такая, как у сверстников. Хорошая гимнастика тем, что у нас женский вид спорта, у нас нет мальчиков, мы как-то отделены. Вот у нас своя группа, мы и в лагерь ездим, и на соревнования все это, и мы отрываем их от мамок, приучаем их самих уже с детства и причесываться, и одеваться, и умываться, и правильно питаться. И все, у нас просто девочки как бы ко взрослой жизни более подготовленные, быстрее подготавливаются, потому что они уже с 10 лет уже самостоятельные. Даже с 8 лет у нас, у нас девочки уже на соревнования уезжают иногда с 8 лет. Без мамок, без папок, и ничего, не плачут, им все нравится, они дисциплинированные. Художественная гимнастика – это безумно красивый, но жестокий вид спорта. Пластика, гибкость, поразительная растяжка и точеные фигурки. Несмотря на кажущуюся легкость, с которой гимнастки выполняют упражнения, как и любой спорт, это прежде всего тяжкий труд. Улыбка, на разворот плеч, наклон головы, каждое жесто, все здесь выверено, красиво, уверено. А вот чтобы так в итоге получалось, тренироваться приходится каждый день по несколько часов. Сколько тебе лет? 11. А сколько ты уже лет занимаешься художественной гимнастикой? 6. 7. А почему решила заниматься? Ну, мне понравилось, я пошла, и были результаты. Скажи, пожалуйста, это очень физически тяжело, или ты привыкла? Ну, я уже привыкла. А что самое главное в этом виде спорта, как ты считаешь, чтобы побеждать в нем? Ну, надо стараться, трудиться, стремиться к этому. Как часто ты занимаешься, тренируешься? Каждый день. А сколько часов? По 5, по 6. Время, как известно, меняет все, а меняется и художественная гимнастика. Сейчас, например, запрещены многие опасные элементы. Тренеры, по словам Ольги Пучковой, стали гуманник своим подопечным, а костюме стали еще красивее. Каждый олимпийский цикл меняется, меняется гимнастика. Сейчас она более такая доступная стала гимнастика, так как убрали очень много рискованных элементов тела, которые могут травмировать тазобедренные суставы и спину. Вот, их просто категорически убрали из этого. И вставили больше танцевальных дорожек. Теперь у нас девочки танцуют как можно больше. Чем они больше танцуют, тем у них даже больше оценка. Поэтому мне нравится, что именно сейчас такая гимнастика, она яркая такая. Еще разрешили с голосом, можно под песню петь, как фигурное катание. Одно упражнение, получается очень много песен, особенно для детей детские песенки. И дети под них и развиваются, и танцуют. И получается соревнование как праздник, такой, знаете, концерт. Теперь больше красоты, танцев, движений и предмет. Они занимаются с самых ранних лет, превозмогая боль и слезы. Рано становятся взрослыми и самостоятельными. И уже в 17 подумывают о том, что, возможно, пора тренировать уже подрастающее новое поколение юных граций. Я с пяти лет занимаюсь художественной гимнастикой. Лет, наверное, в 10 перешла в локомотив тренироваться. Пытала сразу же ездить на разные соревнования за границу. По России очень много посетила разных стран, много чего увидела. Вот недавно выполнила мастера спорта. В принципе, 17 лет – это уже потолок, да, для художественной гимнастики? Нет. Ты планируешь дальше заниматься? Ну, хотелось бы. Ну, и, может быть, в дальнейшем свяжу свою жизнь со спортом. Грациозные, ловкие, красивые. И сколько бы лет они не посвятили художественной гимнастике, правильная осанка, хорошая фигура и гордо поднятая голова – это на всю жизнь. Они всегда будут шикарно танцевать, красиво двигаться и чувствовать себя уверенными. А это, согласитесь, дорогого стоит. Вид фитнеса, который популярен среди девушек – это степ-аэробика. Занятия, как говорят специалисты-медики, абсолютно безопасны, нетравматичны, но при этом весьма полезны. К тому же, что немаловажно, помогают сжечь лишние калории и таким образом обрести стройную фигуру. Но моя коллега Наталья Новикова сможет рассказать о степ-аэробике лучше меня, поскольку Наталья не только красивая девушка и спортивный журналист, но еще и тренер по степ-аэробике. В принципе, степ- это комплекс тех же упражнений, которые используются и в классической гимнастике. Такие тренировки положительным образом сказываются на сердечно-сосудистой системе и координации движений. Главное отличие степ-а от гимнастики заключается в большей нагрузке и, следовательно, в достижении более быстрого результата. Это совмещение аэробики и ходьбы по лестнице, по сути, опять же, повторюсь, под зажигательную музыку. То есть это интересно, это проходит быстрое время, обычно человек получает еще и массу позитивных эмоций. Ну и, конечно же, сжигается большое количество калорий, идет хорошая нагрузка на ноги, на пресс. Ну, в принципе, работают все мышцы в процессе. Двигаясь в активном темпе, поднимаясь на импровизированную ступень, вы даете нагрузку организму, активизируя процесс сжигания калорий. Так, за 50 минут тренировки вы сожжете 400 килокалорий, а первый эффект от занятий при условии регулярности и правильного питания будет заметен уже спустя полтора месяца. По эффективности эту систему можно сравнить с бегом средней интенсивности. Ну, помимо того, что это большая, достаточно физическая нагрузка, да, степ-аэробик развивает еще очень хорошо координацию, потому что всевозможные связки, всевозможные элементы, но они требуют от человека того, чтобы он становился более гибким, более, наверное, пластичным, несмотря ни на что, и ориентировался в пространстве тоже. Степ-аэробика для похудения представляет собой танцевальное движение на специальной степ-платформе, которая выполняет роль ступеньки. Новичку хватит платформа высотой 15 сантиметров, а профессионалам понадобится хотя бы 25. В принципе, это еще какие-то хореографические элементы, да, то есть связки, и на первый раз может показаться, что все это очень сложно и вообще практически невыполнимо. То есть на самом деле пугаться этого не нужно, буквально одно, два, ну максимум три занятия, и человек уже входит в клею, и все эти элементы уже больше не кажутся сложными. Степ-аэробика окажет пользу любому человеку с нормальным здоровьем. А вот если у вас есть проблемы с суставами или если вы страдаете от плохого кровоснабжения, лучше подобрать для себя что-то другое. Конечно же, нужно иметь в виду, что это достаточно сильная физическая нагрузка. Во-первых, обязательно воду пить нужно в процессе небольшими порциями, но это необходимо. А потом стараться правильно наступать на платформу. То есть нога должна целиком попадать, ни на каких-либо носочках, ни на каких пяточках. Опять же, нужно иметь в виду, что если есть какие-то проблемы со спиной либо с коленями, то лучше, конечно, проконсультироваться с врачом. Степ-аэробику можно использовать как разминку перед силовым тренингом, а также заканчивать ею тренировку, чтобы получить максимум пользы от занятий. Физические занятия, как известно, продлевают не только спортивное долголетие, но и жизнь. На этой неделе довольно широко отмечался День пожилого человека. Ветераны спорта доказали, что возраст занятиям отнюдь не помеха. Любви все возрасты покорны, а уж спорту тем более возраст не помеха. И в том, что в здоровом теле здоровый дух, сомневаться тоже не стоит. А сохранить на всю жизнь и то, и другое, что может быть лучше. Сегодня в нашем городе в Зюшор родной край впервые состоялось физкультурно-спортивное мероприятие «Бабушки и дедушки на старт», посвященное Дню пожилого человека. В состязаниях участвовали четыре команды, в каждые восемь человек – четыре мужчины и четыре женщины. Примечательно, что возраст участников ограничен – мужчины от 60 лет, женщины от 55. Кто-то из них профессиональный спортсмен, кто-то поддерживает форму, делая зарядку по утрам. Но все они в один голос уверяют, что спорт – это жизнь и, конечно же, здоровье. Участие в таких мероприятиях, во-первых, это пропаганда здорового образа жизни. Это пример для подрастающего поколения. И такие мероприятия добавляют эмоции, настроение хорошего. На веки со спортом. На веки 45 лет в сборной команде области России. Только что пробежали Есенинский пробег выиграл, выиграл в Гиблице. Это Аксеновский пробег, дважды герой Советского Союза летчика-космонавта. Ну и сегодня примем участие и постараюсь показать хорошие результаты. Почему вы решили принять участие? Ну, за команду, за своих ветеранов. И вообще, чем человек больше двигает, тем здоровей будет. Всем того и желаю. А как считаете, вот спорт, он помогает вообще поддерживать здоровье, держать себя в форме? Конечно. Если вообще не двигаться, вообще ходить не будет. Я дома сама занимаюсь. Просто вот так вот. Элементарные упражнения. Хотя бы, чтобы не застаиваться. А так, я считаю, что спорт это для всех хорошо. От малого до великого. А в программу соревнований входила визитная карточка команды, спортивно-развлекательная эстафета и выполнение норм ГТО, которые снова в моде. И, конечно же, главное здесь не победа. Главное участие и море позитивных эмоций, которые получили как соревнующиеся, так и зрители. Готовиться к сдаче норматив в ГТО сейчас школьники по всей стране. В Рязани занятия проходят и в плавательном бассейне мед. университета. Он не умеет ни читать, ни плавать. Так в Древней Греции говорили о человеке, который недостойен называться гражданином. Именно с тех самых пор плавание считается символом разностороннего развития человека. С этого года в программу соревнований 23-й спартакиада учащихся городов ввели небольшое изменение, которое появилось благодаря возвращению норм ГТО. Из 12 утвержденных видов спорта половина выборочные, в их числе и плавание. А потому доздраствует летний и зимний палеотлон. 11 ступеней возрастных. Сегодня в наше соревнование принимает участие 4-5 ступень. Бассейн «Аквамед» оказался очень комфортным местом для проведения водных соревнований. Преподаватели физической культуры не раз обращали внимание, что именно отсутствие возможности плавать в любое время года в их учебных заведениях и определяет отстающих и фаворитов. Специализированные классы есть, например, в школе номер 15. Там и команда сильнее. Я вот здесь сам первый раз, но у меня бассейн, я в восторге. Поэтому мне очень понравилось, даже вот с преподавателями, всем оно очень нравится. И главное, ребята все видят в свое время, а то они обычно спрашивают, «Виктор Иванович, за сколько мы пропали? За сколько? Как в наше время?» А здесь они голову подняли, и у них уже здесь все, они уже знают. Замечательные условия, конечно, это то, к чему надо стремиться, да, от чистоты до качества воды. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы ребята, те, которые еще не занимаются плаванием или вообще не занимаются спортом, хотелось бы, чтобы после этого они пришли в спортивную школу и записались обязательно. В течение года ребята будут соревноваться в остальных видах спорта, и уже по итогам состоится торжественное награждение. И бояться возвращения норм ГТО абсолютно не стоит. В один голос говорят представители старшего поколения. Братья Виктор и Николай Просковины помнят, как боролись за этот значок еще студентами и до сих пор в строю. Призер России, я был третьим местом по палеотлоне, когда проходил здесь в Рязани. Участвовал чемпионат мира по палеотлоне здесь тоже в Рязани, и поэтому мы тоже еще как-то сами надвигаемся и детей шевелим. А уж если не готов сдать пресловутый норматив сегодня, значит, есть цель на следующий год. Впрочем, школьные годы самые благодатные для подобных соревнований, в один голос уверяют участники. И мы поздравляем победителей. До сегодня это все. Будьте спортивными, будьте активными. И пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин